Роберто Зука За то, что они отказались одолжить ему свою машину. По другой версии, он выбросил отца в окно. Зука скрывал тела родителей в ванной, наполненной водой, некоторое время оставаясь безнаказанным. Он получил 10 лет заключения в тюремной психиатрической больнице в Ориджинель Эмилии. 15 мая 1986 года, проведя в психиатрической больнице 5 лет, от положенного срока Роберто сбежал. Он ускользнул от преследования полиции и покинул страну, уехав во Францию на поезде. В ближайшие несколько лет Зука совершал многочисленные преступления, начиная от взломов и изнасилований и заканчивая убийствами. Так, на территории Франции он изнасиловал и убил двух девочек-подростков, убил врача и двух полицейских, которые пытались его арестовать. Он похищал людей, нападал на автомобили с целью грабежи и терроризировал людей, по крайней мере, в четырех европейских странах. Зука был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии. 28 февраля 1988 года он был арестован в его родном городе Местре. Уже 1 марта, запертый в тюрьме Тревизо после того, как его друг донес на него помещенный в одиночную камеру, как только он прибыл, Зука действительно бежал. Свершая ежедневную прогулку во дворе, он забрался на стену и вышел на крышу тюрьмы. Он оскорблял полицейских, которые направляли на него оружие. Он кричал «Давай, стреляй в меня!». В течение часа он также оскорблял журналистов, крича «Я вас всех убиваю!». Затем по-французски «Скажи Сабрине, что она предала меня! Ты предала меня! Ты шлюха!». Внезапно он разделся и злился. «Если бы я знал, я бы не вернулся в Италию. Я не могу оставаться в тюрьме. Птица умерет в тюрьме, а я птица». Затем он начал бросать плитку в прохожих и машины. В конце концов, Зука повис на электрическом проводе, продвинулся по нему два раза и упал с пяти метров. В конце концов, журналисты подумали, что он умер. Пережив падение, Зука несколько недель спустя, согласно официальной версии, 23 мая 1988-го, он кончил жизнь самоубийством в своей камере. Ему было 26 лет. В одном из своих последних писем Зука написал из итальянской тюрьмы. «Когда вам скажут, что я умер, не волнуйтесь слишком сильно. Я буду слушать пение птиц». В 1988-м году французский драматург Бернар Мари Кальтес написал пьесу о Роберто Зука, которая неоднократно ставилась на сценах театров в разных странах. Пьеса легла в основу художественного фильма 2001-го года «Роберто Зука», снятого режиссером Садриком Каном.